Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua, Александр. Перед вами модель смартфона Lenovo S960. Это первый смартфон от компании Lenovo в серии Vibe. Модель интересна тем, что она имеет очень уникальный дизайн, но не совсем топовая железная в данный момент. Давайте рассмотрим комплектацию. Поставляется она вот в такой вот коробке. Опознавательные знаки есть вот такие вот. В коробке, в общем-то, ничего особенного нет. Здесь, собственно, лежит сам смартфон. Есть скрепка для открытия сим-карты, слота под симку. Есть документация. Вот здесь она располагается. USB, зарядка и гарнитура. Перейдем непосредственно к нашему смартфону. Смартфон очень стильный, очень такой имиджевый. Эта модель предназначается не для тех людей, которым нужно поиграть в современные игры и, допустим, там что-то снять на камеру в супер-мега-качестве. Это смартфон очень стильный, очень тоненький, очень аккуратный. По дизайну мало моделей сравняться с этой моделью. По дизайну смартфон один из лучших на данный момент на рынке. Спереди защищает экран Gorilla Glass стекло третьего поколения, как заявляет производитель. Снизу у нас кнопка «Домой» меню, «Назад». Сверху логотип Lenovo. Динамик. Кстати, динамик, который совмещен с внешним и разговорным. То есть, сзади здесь динамиков никаких нет. Также есть фронтальная камера и датчик приближения, датчик освещения чуть-чуть выше над динамиком. С этой грани кнопка включения и выключения устройства. Сверху разъем под наушники. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз. Также у нас здесь есть слот под сим-карту. Открывается вот таким вот образом. И снизу у нас микрофон и разъем под USB. Сзади смартфон имеет такую рифленую поверхность. Это пластик, но стилизированный под алюминий. Задняя камера на 13 Мп вспышкой. Камера здесь Sony. По корпусу никаких нареканий у меня нет. Модель в толщину имеет размер всего 6,9 мм. То есть, это действительно очень тонкий смартфон. Такой смартфон даже в карман страшно будет положить. Лучше носить его в сумку, не дай бог, раздается. Также обращаю ваше внимание на то, что он имеет закругленные вот такие вот формы дисплея. Они по граням, они сглаживают углы обзора. Давайте посмотрим технические характеристики данного устройства через программку Antutu. В Antutu данная модель набирает 15 225. Это, в принципе, стандартный показатель турбированного 4-х ядерного MTK6589T и Full HD экрана. Итак, смотрим. Здесь 5-дюймовый IPS-экран, 1920х1080 точек разрешения, 13-мегапиксельная камера задняя, процессор MTK6589 4-х ядерный с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. Обращаю ваше внимание на то, что никаких слотов под карточки, под microSD карточки здесь нет. Графический ускоритель PowerVR SGX544MP. Фронтальная камера у нас на 5 мегапикселей. Количество точек касаний можно посмотреть через программку Antutu Tester. Здесь 5 точек касаний. И наиболее важные датчики в смартфоне можно посмотреть через программу Z-Device Test. В смартфоне есть GPS, Bluetooth, Wi-Fi, компас, акселерометр, датчик освещения, датчик приближения. Есть в смартфоне вспышка. Вспышка довольно-таки средненькая, не очень яркая. Также есть гироскоп в этой модели. OTG-функцию смартфон не поддерживает. Прошивка в этом смартфоне стилизирована. 4.2 Android. То есть это такая обновленная прошивка от Lenovo. Сейчас в основном все современные модели Lenovo. K900, K910. Это модель S650. Все выпускаются в данном стиле, с данным интерфейсом. То есть как такового даже кнопки меню, входа в меню здесь нет. Все здесь располагается на рабочих столах. Интересными моментами в прошивке можно считать следующие особенности. Во-первых, здесь есть вот такие вот три менюшки. Здесь есть очень много интересных настроек в плане специальных каких-то возможностей, датчиков. Можете прочитать, какие тут есть. Shake Lock, смарт-ожидания, смарт-меню и тому подобное. Также здесь можно настраивать тона отображения дисплея. То есть здесь есть вот настройки, экранные эффекты. И можно выбрать гамму, можно выбрать оттенок. Более мягкий, более холодный, более яркий и тому подобное. Также здесь есть быстрое меню запуска. Все стандартно, все в принципе доступно. Не могу сказать, что смартфон прямо на рабочем столе вот летает. Все-таки Full HD и четырехъядерные 6589 немножко это разные понятия и уже, наверное, устаревшие. Что касается звука, этот смартфон меня также порадовал. Звук очень хороший и качественный как в наушниках, так и внешнее воспроизведение доставляет удовольствие. Давайте посмотрим. Также продемонстрирую вам громкость звука. Ну, довольно-таки громкий звук, хороший, качественный. И обращаю ваше внимание на то, что звук воспроизводится через вот этот вот динамик внешний, передний. Что касается экрана, экран здесь шикарный. Он IPS, выполнен по IPS технологии. Само собой OGS технология, потому что по-другому в таких условиях толщины смартфона по-другому не может быть. Экран очень хороший, углы обзора великолепные, мне очень понравился. Давайте посмотрим в галерее картинки, что тут у нас есть. Вот различные фотографии. Тут тона какие-то более такие тёплые, тёмные. У людей какая-то... этот чувак как будто негр просто. На самом деле он белый. Ну, углы обзора шикарные, ничего нигде не преломляется. Экран, конечно, очень классный в плане углов. А также углы можно просмотреть на вот этой вот картинке. Также я тестировал этот смартфон по производительности, потому что всё-таки это очень важный вопрос для смартфона такой цены, такого уровня. Наверное, разработчик пошёл на такой эксперимент, захотел попробовать, скажем так, флагманские варианты своих смартфонов, но допустил ошибку, что установил на него старый MTK6589. Что показывает нам синтетические тесты с таким процессором и с таким экраном. А синтетические тесты нам показывают следующее. Неномарк у нас всего лишь 28,7 фпс, а эпикцитодель 15,8. Что мы имеем на практике в современных играх, что как мы сможем воспроизводить. Давайте смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... По играм можно сделать однозначный вывод, что если вы хотите купить этот смартфон для игр, то лучше этого не делать. В игры можно будет поиграть, но это будут либо минимальные настройки графики, либо игра будет глючить. Поэтому это не игровая модель. Что касается настроек GPS, у меня с этим не было никаких проблем. Я GPS тестировал. Покажу результаты вам. Спутников ловит много. Уровень сигнала нормальный, при условии того, что я провожу GPS-тест не на улице, а в доме. По поводу аккумулятора, хочу также немножко рассказать вам. Здесь встроен аккумулятор на 2000 мАч. Я тестирую, как всегда, по максимуму, и вот что у меня получилось. Во-первых, при воспроизведении игры со 100%, вот 100%, время 3.54, он у меня сел, получается, до 5% в 7.59. То есть, это в игре он продержался у меня на максимальной яркости чуть более 4 часов. Во время воспроизведения фильма, во время воспроизведения видео, телефон у меня в 15.57 был заряжен на максимум, на 100%, и уже в 19.42 он сел до 3%. То есть, имеем результат в тоже около 4 часов. То есть, что во время воспроизведения видео, что во время воспроизведения игры, смартфон держит примерно 4 часа. Это значит, что в режиме реального пользования смартфон будет держать примерно 2 дня полных при умеренном использовании. Если говорить про камеру, если говорить про камеру, то, как я уже вам напоминал, смартфон имеет 5-мегапиксельную фронтальную и 13-мегапиксельную заднюю камеру. Могу сказать, что камера мне действительно понравилась во время снимков. Видео снимает в формате Full HD, однако качество видео, мне показалось, немножко не соответствует цене этого смартфона. Фотографии получаются четкими, насыщенными, картинка очень четкая, все матрица отличная от Sony. Однако видео немножко не того качества, как мне хотелось. Я все выложу, фотки будут в описании, а видео в соседнем ролике на YouTube. В подведении итогов хочу сказать следующее. Если вам нужен действительно стильный, имиджевый смартфон, то это Lenovo S960. Этот смартфон не обладает сумасшедшей производительностью, вы не сможете поиграть с ним в современные игры на максимальной графике, вы не сможете, допустим, смотреть фильмы на протяжении 10 часов, как, например, это возможно было бы в Lenovo P780. Это просто стильный, очень тонкий, очень изящный смартфон, который просто берет своим внешним видом. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok